Утро в Кирове получилось огненным. В центре города, на улице Карла Маркса, сгорел двухэтажный деревянный дом. Две семьи остались без жилья. Репортаж Вергина Матевосяна. Вот наши два окна. Полностью выгорело, где мы жили. Сейчас непонятно вообще просто. Голову не идет, где вообще жабом живет просто. Это утро для Равиля его семьи и соседей оказалось далеко не добрым. Около восьми утра их разбудил запах Гарри. Меня разбудил очень. Я выбежал на улицу. Началось все сгорание с того конца дома. Я бы в этот момент осуществил документы, что можно вынести и вызвал пожарную помощь. Клубы дыма от полыхающего здания были видны издалека. К дому по улице Карла Маркса, 186, пожарная служба приехала в считанные минуты. Но пожар разгорался стремительно. Двухэтажный деревянный дом вспыхнул буквально как спичка. Огонь полыхал и на первом, и на втором этажах. По прибытию мною на место вызова, значит, работали подразделения третьей части пожарной. По вызову объявили первый номер вызова. Плюс вызвали дополнительные силы по одному бису и запросили еще две цистерны. Значит, дополнительно я поднял давление в сети, вызвал дополнительно два восьмитонника. Значит, потому что половина дома горела уже открытым огнем. На борьбу с огнем были задействованы восемь автоцистерн. Дополнительно пришлось вызвать и автолестницу. В той половине дома, где находился очаг возгорания, давно никто не жил. Здание, на которое смотреть страшно, а не то, что находиться в нем, давно требовало сноса. Те, кто смог съехать из барака, это сделали. Но две семьи продолжали жить в трущобах в надежде на улучшение жилищных условий. Что послужило причиной возгорания, сейчас выясняют дознаватели. У местных жителей есть и своя версия ЧП. Землю выставили на аукцион. Все возможно, что может быть поджог умышленный, потому что на Холновке также дома выжигали. А может быть, просто бомжи курили, кинули чинарь и все. Закономерность это или все же совпадение. Но год назад здесь горел соседний дом. Обгоревшее здание до сих пор не снесено и представляет угрозу для местных жителей. Деревянный сбег. Год назад тоже жили люди. С другой стороны горевшего дома еще одна деревянная постройка. Все, что сегодня успела спасти из огня семья Равиля, это документы, несколько личных вещей и маленький телевизор. Их хозяева теперь не знают, куда все это нести. Вещи так и остались стоять на тротуаре. Самим же погорельцам, скорее всего, придется эту ночь провести в беседке рядом со сгоревшим домом. Вергина Мативосян, Игорь Охотников, Вести, Киров.